Стресс-шоу Геннадия Балашова Психология Грошей Витаем у всех, кто прагнет зараблять и бильщицы. Психология Грошей на Бизнес-Радио в студии Геннадий Балашов и Виктория Светлова. Представьте ситуацию. С нами гость, сейчас мы его представим, но для начала представьте ситуацию. Кандидат, к примеру, в мэры, казалось бы, абсолютно безнадежен. Но в ходе предвыборной кампании его рейтинг вдруг ползет вверх и он побеждает с огромным отрывом. Что это чудо? Нет, это работа политтехнологов. Говорят, что политтехнологи могут провести на вершину политического Олимпа кого угодно, лишь бы у того были деньги. И сами при этом хорошо зарабатывают. Деньги политтехнологов наша тема. Сегодня и наш гость, один из известнейших политтехнологов Украины Сергей Гайдай. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Так это правда насчет денег и Олимпа? Это такой типовой миф. Был когда-то политтехнолог российский, который сказал, я своего кота в Думу проведу. Ну, это такой миф, он выгоден политтехнологам, потому что он звучит примерно так. Платите денежки и мы сделаем все, что угодно. Я всегда честно говорю своим клиентам, не даем никаких гарантий, не даем 100% гарантии. Конечно, это усложняет бизнес и тоже хочет платить деньги за отсутствие гарантии. Но мне кажется, что если тебе удается договориться с человеком, который адекватно оценивает ситуацию и понимает, что ты не являешься 100% гарантией, а являешься важным элементом, без которого трудно победить, это облегчает задачу, куда легче работать и нет тяжелых последствий. Практически все клиенты, с которыми я работал, ведь, поверьте, в Украине очень много, в принципе, выражают желание работать со мной, с командой, обращаются дальше. Это означает, что мы, по крайней мере, их не обманывали. Скажите, а вот что все-таки в избирательной компании самое важное? Вы знаете, у меня был тоже мой такой учитель, политтехнолог, он говорил, взвешивать надо на 18 весах. Избирательная компания – это очень многофакторная вещь, но, наверное, я назову вам с пятерку самых важных ресурсов. Ресурс номер один – это сам кандидат. Если у вас кто-то действительно очень убитый и абсолютно не обладающий личностными ресурсами, это такое комплексное понятие. Биография очень плохая, говорить он не умеет, идей у него нет, пустой и так далее. Без этого ресурса победить тяжело. Возможно, можно прорвить в компании с виртуальным кандидатом, прячу я его, но очень трудно. Ну вот Ельцина прятали пьяного, а он выиграл компанию с огромным преимуществом в результате огромных денег. Второй фактор. Безусловно, у тебя должны быть ресурсы. Финансовые? Финансовые в том числе. Иногда они выражаются в чистых деньгах, иногда это эфиры, иногда это что-то такое, ну вот админресурс есть такое понятие, да, то есть у тебя есть конкретное административное влияние на территорию. Например, ты просто можешь снять важных конкурентов, это очень тебе может помочь. А другой вот не может их снять, суды, а это все админресурсы. Это вот ресурсы, как я называю, материально-технические. Третье про Ельцина. Должна быть команда. На Ельцина работала немаленькая очень команда, и вложения были колоссальны, и стратегию эта команда придумала удачная. Я недавно смотрел фильм. Березовский, Ходорковский, Лисовский, Эрнст. Я смотрел американский фильм «Операция Ельцина». Команда олигархов, то есть. Да, меня очень насмешило, да, меня очень насмешило, как там было представлено, как сработали американцы, но методологически, технологически, фильм правдивый, был найден очень точный посыл русскому народу. Да, Ельцина – это плохо, его не любят. И, в общем-то, много грехов. Но коммунисты – еще хуже. И коммунисты – это война. И вот лишь бы не было войны, народ проголосовал. Точно такую стратегию повторил Кучма в 1999 году. Вполне может, такая стратегия будет повторяться. Время есть такая вещь. Один человек входит в компанию за три года. Например, часто упоминают Черновецкого, да? Да, безусловно, отличная компания по подкупу избирателей. Но семь лет. Потому что тот же Пелепишин, который покупал людей… Дорогостоящая, да? Да. Который покупал людей всего лишь последний месяц. Вот, ну, не смог достичь такого результата. Семь лет – это очень хорошо. Хотел сэкономить, и вот… У нас был проект «Гражданский актив» и многие говорят, что он может вложиться в учебник политтехнологии, как силу с нулевым рейтингом известности может победить даже известные партийные бренды, такие, как мы получили больше голосов, чем Литвин, коммунисты, ряд еще там других сил, которые уже давно в политике. Мы начали работать за 9 месяцев, очень постепенно, нормально. 9 месяцев вообще там магическая цифра, как вот… Ну, для рождения чего-то, да. Вот. Ну, дальше еще очень много ресурсов. Например, как ни странно, бывает ситуация, я называю это или социальный запрос, или случай. Например, эффект Яценюка. А рейтинг, который… и Тагибка в том числе, это явление примерно одного порядка, по моему мнению. Он стартовал с рейтинга примерно 12-13%. Казалось бы, ну с чего это вдруг, да? Да очень просто. Запрос на молодого, образованного, нового был колоссален. Любой человек, который бы там… да, потом у него Тагибка этот запрос… ну, у Тагибка тот же соброс сработал, просто у Иценюка как раз со временем у меня все было в порядке, успели разочароваться и понять, что несоответствие запросу. Бывает, что ты приходишь и точно попадаешь в запрос. То есть чувствуешь его, это тоже ресурс. Ну, а сейчас как бы запрос существует на рыцаря такого, его нету как бы. То есть ни Тагибка, ни Яценюк, никто не запомнил эту нишу. Есть такое, да. Вот убить дракона. Ну, предположим, что там Янукович с Донецкими это дракон, которого там преследует Баба-Яга с одной стороны. Насильного другого. Потому что эти, которые не другие, а народ немножко разобрался, что все они одинаковые, да, они уже девальвировали, уже не верят. Уже даже самому яркому персонажу Юлию Владимировну не верят. А скажите, а вот кого бы вы видели из политиков на должность рыцаря народного? Вы знаете, из действующих, известных, к сожалению… Ну, конечно, других нет. Да, нет. Скорее всего, данный рыцарь где-то там бродит в контр-элитах, если они такие есть. И вы знаете, я верю в невозможное. Потому как, например, пример Путина, о котором ничего не знали еще за пару месяцев до отставки Ельцина. И я помню аналитическую статью в российском издании каком-то серьезном о том, что всех, кто может стать президентом, мы уже видим, и ничего не может измениться. И там буквально через полмесяца появился Путин. Да, и человек стал со временем главной фигурой. Ну, правда, его назначили исполняющим обязанностей, премьер-министром. Это и есть ресурсы. Да, это такие ресурсы бесспорные. Если у вас есть ресурс стать известным, точно такие ресурсы у Еценюка были. Он же не просто соответствовал, да? Ну да, его подвели через все должности. У него была суперизвестность и должности, которые говорили, ну, наверное, в этом человеке что-то есть. Это глава Национального банка, если он глава, спикер Верховной Рады и так далее, и так далее. А мы снова в эфире. Я напомню, что у нас с Геннадием сегодня гость, политтехнолог Сергей Гайдай. Давайте, наконец, перейдем к главному, перейдем к деньгам. Наша тема звучит как «Деньги политтехнологов». Ну вот, какой средний гонорар в Украине? Вот политтехнолога вашего уровня, работающего с кандидатами в президенты, например? Вопрос звучит так. Давайте я хочу вам честно отвечать и понятно, и потому что расскажу. Вот к вам приходят и говорят, сколько стоит в Украине дом построить? Разброс очень высокий. Безусловно, гонорары есть. Они существуют, но в связи с тем, что работаем мы в очень разных компаниях, в разных качествах, например, вот смотрите, я работаю, и, например, моя сильная часть, я могу брать компании в полное управление. Это означает, что если у кандидата вообще нету команды, нету опыта, но есть деньги, я могу построить штаб, создать там всех людей, нанять их на работу, вплоть до юрообеспечения и службы безопасности. Но только вам на это надо бюджет приличный. Да, и понятно, что гонорар, сейчас я про бюджет скажу, что гонорар и бюджет немножко разные вещи. Гонорар в этот случай, наверное, самый высокий, который я попрошу. И если раньше, когда я работал независимым специалистом, умел все то же самое, не обладал агентством, я просил гонорар лично мне, я понимал, сколько я заработаю в данный момент. Ну, скажем так, где-то, чтобы вы понимали, когда я начинал работать в России в 2000 году, в 1999 году, я считал, что нормальный гонорар вот такого специалиста, как я, где-то 10 тысяч долларов в месяц. То есть я готов был работать, и причем не просил еще накладных расходов, то есть там, где жить, кушать, я отдельно не просил, я это входило в гонорар, считалось неприличным тоном. А скажите, вот деньги вы берете вперед, или по мере... Вот сейчас дойду. А вы спросите про бюджет, а вот бюджеты бывают очень разные. Почему? Я могу сказать примерно так, что сейчас мы делаем примерный анализ округов в Украине, чтобы вернулась мажоритарка. Понимаете, что такое... Ну, уже можно сказать, вернулась, раз президент сказал, значит, вернулась. Мы на самом деле не территорией меряем избирателями, 200 тысяч избирателей в среднем. Там бывает 150, бывает 220, по-разному. Ну, примерно вот 200 тысяч, да. Вот сейчас гуляет бюджет от местности от 300 тысяч долларов общий до полтора миллиона. Это в месяц или на компанию, или как? Это на всю компанию. Смотрите, это не то, что я забрал свое. И я давно уже не говорю сегодня свой личный гонорар клиенту. Он у меня выходит там внутри. Я его как бы сам себе определяю. И я иногда сам не знаю сколько, почему? Потому что я уже беру за услуги агентства. А в агентстве довольно сложное распределение денег. Что-то я плачу своим сотрудникам, что-то у нас уходят накладные расходы, что-то уходит в прибыль. Так как я владелец, то, наверное, это и есть мой гонорар, вот эта вся прибыль агентства. Но учитывая, что агентство у меня партнерское, есть пару партнеров, ну, младших, то эта прибыль еще на них идет. Конечно, если бы я сел с бумажкой, я бы мог вычесть абсолютно точную цифру. Но порой мне так трудно, я так примерно там понимаю рентабельность, стоит это делать, не стоит и так далее. Но бывает по-разному. Это такой полный комплекс. Бывает, что я просто консультирую. Вот прихожу человеку, ничего не надо, у него все есть, все работает. Ему нужен человек, который бы регулярно ему говорил как, что, где. Тут бывает по-разному от моей задейственности. Если я консультирую раз в месяц, то это может быть там 2000 долларов, например. Ну, вполне. За одну консультацию. Так получается. Может быть. Я вам более того скажу. Иногда соглашаюсь на очень небольшие деньги, которые не объявляю потом, чтобы не сбить цену. Но мне почему этот проект выгоден, например? Это чтобы войти туда. Он меня выведет на какой-то более серьезный проект. Ну, это мое вложение получается. Это немножко бесплатная работа для того, чтобы получить много. Это там работа за мой счет. Да. Чтобы потом получить большие деньги. Но в принципе, просто система сложная, чтобы вот так однозначно смотреть, какой гонорар. Да, разный бывает. Бывает большой. Бывает там, когда я чувствую, что за месяц получил 300 тысяч долларов. Отлично, да. Ну, это была большая, мощная работа на серьезного клиента с очень серьезными задачами. А бывает 500 долларов. Ну, что? Ну, бывает такое. Ну, еще интересный нюанс. Все эти деньги, которые идут на выборы, мы это все хорошо знаем и понимаем, это фактически черный нал. Правильно? Ну, в политике да. В политике по-другому не бывает. Хотя у меня агентство абсолютно официальное, юрлицо, бухгалтерия, есть счета. Но я делаю редкую услугу, я говорю политикам, со мной можно работать в белых. Сейчас, ну... Ну, политики и сами обычно предпочитают работать в черную, да? Ну, не будем озвучивать для налогового факта. Деньги. Ну, то есть можно сказать, что это бизнес такой немножко на грани флора. Ну, я сразу говорю. Вот с чего я приобрел, став основателем агентства, и уже много лет мое агентство работает, известно таким странным словом, гайдайком. Это не только адрес, это как вот портком. Ну, на самом деле, ком это команда. У меня на русском пишется название. Тем, что я работаю официально. У меня есть бухгалтерия, у меня есть налоговая, я платильщик налогового. Все как положено. Я с государством научился играть в правильные игры. То есть это предприятие фактически, которое получает деньги. Более того, я очень удивляю клиента. Вот знаете, среди политехнологов есть такое мерение своими статусами. И я знаю, что вот дают визитку, и там написано институт и исследование информации. Институт – это все виртуальные организации. Они могут быть юридически оформлены. Я очень удивляю клиента. Когда они приходят, у меня двухэтажный офис, там работает 20 человек. Там есть дизайн-студия, цех копирайтинга, менеджеры сидят, бегают. То есть эти люди все живые. И причем они все удивляются, а как они работают еще? Выборы же не всегда. Но они у меня работают все время. У меня есть работа между выборами. И надо больше, чем на выборах. То есть простоев нет. Радиослушатели должны услышать, что бизнес возможен в любом месте, в том числе и возле политиков. Если вы регулярно этим занимаетесь, вы выходите рано или поздно на определенный стиль работы. Вот мы только что слышали, что есть определенный стиль работы. И он сложился не за один день, а раскладывался, наверное, 10 лет. По технологии 12 лет. Ну, последнему агентству моему деть еще, ой, 5 лет. Надо вспоминать. Знаете, когда у ребенка не помнишь, каковы возраст.